Каблук можно вот так вот застрять и как бы и не вылезти. Я вообще вот так вот ходила. Красным. Ну типа все такие вот бежевые, а этот будет красным. Вот или черным. Ну прикольно, да? Или малиновый. Те самые кроссовочки АГ. Смотри, какая сумка. Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Пришла со школы. Сейчас поеду к Лере. Сломался один ноготочек. Здесь вроде все гуд-гуд, а тут бац. На самом деле он у меня уже давно начал отходить. Я открываю вот так вот дверь в школе, смотрю, а ногтя нет. Висит вот так вот. Потому что я еще и пластырем заклеивала, он не отлетел, а просто повис вот так вот. И я ходила и показывала всем, хочешь фокус? И вот так вот, хуба! И ноготь, короче, отрывается как будто. Вот это я пранкерша. Так, давайте подробнее покажу вам свой сегодняшний лук. Короче, у меня новые туфельки. Вообще топ-чек. Кто не видел, как я закупала туфли, ссылочка на это видео будет в описании. Так, дальше колготочки такие красивые, с серебристыми точечками. Есть еще золотыми, а вот это серебристый горошек. Потом шорты, топ и пиджак. Вот. И еще я успела уже сделать стрелки. Хочу сделать малиновые губы, потому что пиджак здесь ни к чему. Ну, а если я сделаю еще и губы, это будет гениально. Поэтому пока время есть. Что такое? Итак, погнали. Давно этой помадой не красилась? Перед Лерой я еще заеду к бабушке, проведу ее. Вот. И поедем к Лере. А потом поедем в галерею. Топ-чек. А вот зачем? Увидите. Так, процесс подходит к концу. Помада такая, что губы просто... Слипаются, капец. Нужно, короче, чтобы она засохла, и потом намазать второй стороной помады. Короче, наверху она уже практически вся матовая, а внизу еще глянцевая. Мы ждем, пока она будет матовой. Так, второй слой помады. Это просто обычный блеск, его можно криво-косо мазать, потому что я его потом стираю. Это просто, чтобы она зафиксировалась. Обожаю вот эти помады. Вообще лучшие. Они так долго держатся. И, кстати, вот эти ваши Maybelline New York у меня стираются лично. Про Велинов. А это NYX. Вот, очень мне нравится именно вот эта коллекция. Так, все, ребят, макияж готов. Мама записалась к Лере на починку одного моего ногтя. И записалась аж на полдесятого вечера. Сейчас двадцать двадцать девять. Час до Леры остался. И, кстати, у Леры аншлаг. Все забито. Вот, и на ногти я иду аж двадцать шестого апреля. Как раз сейчас Лера посмотрит на мои ногти. Вдруг она меня перезапишет пораньше. А вообще вот, смотрите, как у меня здесь. Ну, короче, прилично отросло. Духи. Давайте выберем духи. Сейчас кучу свет. А вообще я хотела бы пшикаться кокосиком. Но у меня только шиммером. А на одежду шиммер нельзя пшикать. Это закон. Я уже так один раз чувствовала. Очень пожалела. Вот. А так кокосика у меня больше нет. Вот. Пусть будет вот это. Ювсен Лорант. Короче, посмотрим на Лерину реакцию. Посмотрим, как она реагирует на то, что я умею ходить на шпильках. Вот. Ну, не такие уж и высокие шпильки. Вот. Мне прям удобно. Дома. Но я не знаю, как это будет происходить на улице. Мы как раз таки это сейчас посмотрим. Ребята, на улице уже темно. Время двадцать один тридцать четыре. А во сколько у вас темнеет на улице? Вот у нас примерно часов семь-восемь. Вот. А в июне зато у нас вообще светло. Даже ночью. Потому что Питер, детка. Вот. Короче, летом вообще топ. То есть я день рождения свое могу праздновать даже ночью. В принципе, ничего не мешает мне. Я уже опоздала на четыре минуты, но ничего. Проходим. Быстрее, быстрее, быстрее. На улице мне в принципе комфортно. В туфлях я даже в подъезде в них ходила. Хотя в подъезде вообще капец. Старыш, капец. Коврик лежит с дырочками, короче. Куда каблук может так вот застрять и как бы и не вылезти. Я вообще вот так вот ходила. Ну что, подъем есть. Поэтому можно в принципе и на полупальчиках. Вот. А вообще норм. Ну вообще мне удобно на каблуках. Ну то есть, ну нормально. Ну в обычной обуви, конечно, прикольно. Нужно потихонечку, кстати, привыкать. Вот ходить на туфлях все-таки. Ну при этом я еще на пуантах как бы танцую. Поэтому мне в принципе не сложно. Вот. Ой, а Лера там убирается. Видимо после педикюра. Привет. Привет. Мама, заходи быстрей. Ксюша, какой у тебя образ сегодня. Да. Ты обычный, удивительный. Какие каблуки. Какой фасон, какой размер. Чего это ты так вырядилась? Просто так. Так. Ты нарядилась специально по встрече со мной? Конечно. Многое, чем мы показываем, да, божественный? Короче, история, как он у меня вообще сломался. Сначала он чуть-чуть треснул из-за того, что я ела фисташки. И вот так вот типа ногтем так вот их чистила. Я его потом обматывала этим лейкопластырем бежевым, ну чтобы не видно было. И он вроде как держался. Вот. А сегодня этот лейкопластырь мне не помог. Я открываю ручку двери и вот. Все. Тут у него блюточка уже очень старенький. Да. И мне еще ходить. Корректировали, и я не к тому, а к тому, что там уже и коррекции очень много накоплено. Ну нет, но я, конечно, его сломала так, нормально, активно, фисташками. Вот фисташки очень просто твердые были. Ну, видишь, они уже такого не выделяются. Они прям вообще длиннющие уже. Ну да, очень старый материал уже. И мне еще ходить долго. О, ногтевая феечка. Пожалуйста, пожалуйста. Как думаешь, я дохожу еще до 26-го? А вот у меня вопрос, а ты 26-го записывалась? Ну да, под вопросом-то еще. Я приду. А что, не записала? Нет. Ты же мне сказала, на крыше я не записала. Ну я подумаю. Под вопросом я сказала записать. Ну ладно. Но перед экзаменом мне точно надо сделать. У меня 28-го экзамен. А если я раньше сделала... Вот на воскресенье... На воскресенье Лера сказала, что она отдыхает. Вот. Поэтому как бы позже. А раньше я тогда на экзамен... Субботу? Или занято там все было, не помню. Ну вот. Ага. 26-е вторник. Еще две недели примерно. Кстати, я тут думаю. Ну вообще я сегодня целый день думала, что я его сделаю красным. Ну типа все такие вот биржевые, а этот будет красным. Вот. Или черным. Ну прикольно, да? Или малиновый. Вот. Но я думаю, что меня в школе неправильно поймут. Да здесь неправильно поймут. Вот. Девочки, подождите секунду. Я перебью, расскажу удивительную историю. Меня после этого случая вообще ничем больше не удивить. Запишите меня на наращивание одной руки и пять пальцев. Одну руку нарастить. Да, а другие просто покрыть. Знаешь, да? Это модно, да, сейчас. Типа удобно. Я не знаю. Типа, да, я говорю, а почему так? Потом уже при встрече спросила. Мне так и сказали, потому что удобно. Короче, после вот этих одну нарастить, а вторую не нарастить, меня уже ничем не укрепить. Поэтому давай малиновым. Ну вот. Тут пиджак. Короче. Ты сегодня как новый русский. Вот, а потом? В малиновом пиджаке. Ну, Ксюша, не помнит? Мама знает. Вот. Вот. Короче, и я тут думаю, а может не заморачиваться с мрамором? Или ему недолго делать? Просто покрытием, нет? Ну, розовый. Каким? Так меня в школе не поймут. А, тогда красный. Ну, и еще больше. Вообще выгонят. Можешь сразу мне выложить полностью. О! Супер! Бедная, Лера, мы и так тут ночью приехали. Сейчас мама тут пилка получит. За свои идеи. Ребята, а как давно вы увидели эту новую моду? Короче, что одна рука правая короткая, да? А левая длинная. А мы тебе когда такие модные сделаем? Я такие летом спланировала сделать. Да? Ну, зачем они тебе? Нет, знаешь, как прикольно. Типа одни длиннющие, а другие нет. Еще попало. Типа, прикинь, вот этим длинным, короче, вот так вот стрелочку подрисовываешь, короче, вот так вот, типа, ногтем. А вот квадратненьким, там губы можно подровнять, короче, ногтем. Ну, короче, вот, гениальная идея. И вот можно сделать вот эти вот длинные, там, не знаю, все в блестках. А вот эти красные, например. Вера уже не в восторге. Дайте ручку, пожалуйста. Ну, ничего страшного уже, если ногти разные. Насколько? Ну, как ты мечтала. Ну, подпилить можно. А-а-а! Ну, короче, другую подменили. Ну, можно! Смотри, какой маленький, красивый. Да, я помню, какие они были остренькие прям, а теперь стали прям такие. Ну, это точно не он. Нет, точно не он. Ну, какой он? Видео, значит, сейчас открою. Так, когда мы ногти там делали? О! А, это я выбираю ногти. Вот. Нет, давай мотай дальше еще. Где я покрываю уже? Тут я колдую, 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 рассуждаю. Акрил дальше, 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 дальше. Хочет жрать? Хочет жрать. Господи, у нас, смотрите, этот ролик, он какой-то смешной, ребят. Лера, это шок. Мне нравится вот так вот, когда я делаю. Блин, ну это, походу, единичка. Ну-ка! Сейчас, замедлим, надо замедлить. 0,5. Да, порозовее. Надо вот это, единичка, скорее всего, или нет. Стой! Сейчас заскриним. Ага, и увеличим. Ну, уже ничего не видно. Да, да, вот этот был. И трубочка еще нужна. Боже мой, Ксюша, в следующий раз будешь ломать, пожалуйста. Приходи со списком сразу материалы. Нужно будет просто перед, ну, перед тем, как покрываем, фоткать. Один и тот же. Один и тот же не делает цвет, чтобы я просто пришла, достала. Не, вот этот цвет, кстати, мне нравится. То есть не видно прям, что ногти отросли. Ну, хороший, он холодный, розовый, он ручки освежает. Мне нравится. Я его сразу сфоткаю. А зачем уже? Ну, мне он понравился. Да, это он. Вот мне так на мизинце одна полосочка нравится. Прям вообще не могу. Вот такая тоненькая беленькая там есть, вот тут, с краешку. Вот там коричневый и полосочка сверху тоненькая. Прям гениальная. Вот видишь сбоку вот. Ксенечка, такая ручная работа, такая, такой дизайн как бы. Ну, это вообще. Ну-ка, стоп, девочки, не прокатит так. Да не, оставляй, оставляй. Он вообще другой получился. Ты и ладно. Нет. Я потом буду чувствовать, что я, короче, поленела. Ей же с этим ходить еще до 26-го, возможно, и нет. Так, ребята, все, ноготь готов. Теперь я хоть человеком стала. Спасибо. Пожалуйста. Сказала, вы приходите еще, да лучше не надо. До следующей зависти. А когда меня запишем? До 30-го нужно? Нет, 30-го не могу. Да, давай. 29-го у меня у подруги из нерождения. Мне уже нужно быть с новыми ногтями. Экзамен 28-го. На экзамен она уже готова со старыми ногтями? Нет, на экзамен я еще буду, уже буду с новыми. 25-го или 26-го. Я тебя возьму 24-го, но совсем поздно. Приедем. 24-го? Да. А что это? В воскресенье. Да. 9. Да. Так, я записалась на 24-е в 9 вечера. Так, 24-е, 0-4. Окей, а я точечку поставила себе, а потом забыла, что это за точечка. А точечка была? Точечка, а точечка это ты была, твоя запись. Ну я, конечно, там типа недельку, может, нет, ну может не недельку, но может пару дней об этом помнила. Что за точечка? Как в прошлом году, я год назад ровно делала точно такие же ногти. Помнишь, были все люкс один? Вот эти были глянцевые, а вот это был матовый и с поцелуйчиками двумя. Вот такие я буду делать. Это точно уже прям 100%. Вот. Ну, наверное, не овал. Не хочу овал почему-то. Все, погнали. Алло. Пап, ты где? Пап, ты где? Ну стою, вы что, вышли? Да, мы сейчас идем, уже подходим. Давай, подъезжай. Давай. Так, ребята, счастливая, довольная. Я иду с ногтем, я счастлива. Наконец-то у меня есть ноготь. Мам, если ты пойдешь там, ты там не пройдешь, вроде как. А, нет, смогла бы пройти. Ну, не важно. Главное, отстояла свое слово, и мама пошла здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, ребят, я уже в галерее. Не стала вам говорить, потому что думаю, вдруг мы успеем сюда приехать. Но все-таки успели. Осталось до закрытия минут 15 торгового центра. Но я хочу зайти в тот самый магазинчик, где я покупала те самые кроссовочки АГ и серые худи. Вот. Короче, сейчас мы туда пойдем. И я решила там, короче, купить себе шорты. Вот те, помните? Там были голубенькие и были желтенькие. И еще какие-то. И вот я, короче, должна сейчас буду выбрать, какие мне взять шорты. А это, кстати, мой любимый магазинчик 12 Stories. Очень прикольный. Так. Мы что-то прям не в ту сторону немного приехали. Ну, а ничего, идем. Ого, какие туфли. Ого, какие там вообще блестящие, измежевые. Смотри, там даже перлам. Пойдем. Вот, вот эти. Смотри, очень красиво. Смотри, какая сумка вообще. Вот это топовое. Давай сумку посмотрим. Сумка вообще топовая. Как она тут расстегивается? Там внутри, да? Да. Ой, сумка 9,900. Сумка вообще топовая, смотри. Очень красивая. Нашли, да? Да, да. Топчик, да? Да, и туфли к ней, смотри, сколько стоят. 13,900 туфли. Они идеально подходят, смотри, красивые вообще. А мне понравились вот эти еще. Смотри, какие красивые. И вот это, смотри. Мама, нет, мне вот эти нравятся. А сколько она стоит? Смотри, какая сумка. Это сумка такая. Это применение. Сумку? Это типа к тем блестящим? Туфель носить. Мне кажется, это только телефон и ключевый. Это телефон, не факт, что вы идет. Пойдем быстрее, а то не успеем. Вернемся, спасибо. Обязательно вернемся. Ребята, пишите в комментариях, если вы тоже за и хотите вторую часть закупки каблуками. Я уже хочу. Еще и сумочку к ним возьму. Вообще топ. Еще и бежевые. Вообще топ. А мы бежим. Да, бежим. А вот такая вот я на чиле, на шпильках бегаю. Стоп, вот это я мастерица, конечно. Тот самый магазин, в котором мы туфельки вчера покупали. Это во-первых. А во-вторых, вот тот самый магазин, куда мы, собственно, и идем. Примерить нужно, какого цвета, я не знаю. Возьми такие, такие примерить. Вот тут розовенькие, видишь, надпись. А у меня на худи сером тоже розовенькое. Кстати, померим. Голубенькие. Это какие? Это большие. Они повиснута мне. Это эска, наверное. Что, в примере черта, мне нужно снять каблуки. Сейчас будет вообще кайф. Чешу ты должен дать. Так, возьмите, пожалуйста. Ага. Это XS? Ага. XXS. Угу, спасибо. Thank you very much. Что-то там написано. О, боже, какая я. Маленькая. Нет, после пуантов пожестче. Вот это еще норма. Ой, боже. А, ты что камеру-то вырвешь? Так, вот это XS. Что-то как будто я тортиков. Но я же их не просто шортиком буду сидеть, а там сверху еще что-нибудь. В принципе, нормально. Давай еще померяем XXS. Нет, нет, нет. Давай померяем. Ради прикола. Давай померяем. Так, а это у нас XXS. Я думаю, что XS надо просто брать. Да, эти совсем маленькие прям. А ты не хочешь побольше взять размер? S-ку? Мне не повисли вот тут. Ну, давай S-ку. Так, это S-очка. Но, знаешь, я после того, как скинула 20 килограмм. Тут подумала, может быть, салатовую еще померить. Давай салатовую еще тащи. XS только. Мне кажется, лучше у Тати, потому что у меня голубых вещей куча очень. Ну, типа джинсы всякие. А зеленого у меня не так много. Вот такого. А с чем носить будешь? С белым? Да с чем угодно. Ну, давай. Ну, все. Закрывай. Я купила все-таки салатовые шортики. Вот. Топовые. А сейчас я иду домой. Мы еще, кстати, отправили папу взять мне манго шейк. Чудесный вечер. И всем пока. А сейчас главное не убиться. Ребята, хотите больше таких влогов? То ставьте лайки.